МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В перерыве между хоккейными баталиями журналисты новоуральской вещательной компании коротко расскажут о последних городских событиях. Ночью в Екатеринбурге, а утром в Новоуральске циклон принес на Урал первый серьезный снегопад. Председателя Молодежной Думы избрали только со второго тура, начал работу дублирующий орган городского парламента. Главный приз-квадроцикл супермаркет Кировский в честь своего дня рождения устроил розыгрыш призов для новоуральских покупателей. Герои нашего времени – молодые чтецы в публичной библиотеке о произведениях русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова в преддверии 200-летия со дня рождения писателя. Теперь об этих и других темах подробнее. Первый серьезный снег выпал сегодня утром в Новоуральске. До этого в воздухе не раз летали снежинки, но сегодня небольшие сугробы покрыли дороги и тротуары. По данным ГИБДД, за выходные дни в городе было 16 аварий, две из них с пострадавшими. И одно ДТП сегодня утром. Уважаемые автолюбители, выбирайте соответствующий дорожным условиям скоростной режим. Автомобилистам сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют поскорее сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы не создавать аварийные ситуации на дорогах. Метеорологи утверждают о наступлении зимы говорить еще рано. Однако на этой неделе горожане еще не раз увидят снегопады. В Новоуральске появились и дублеры депутатов. Не первый месяц в нашем городе работает молодежная администрация при главе округа. Теперь начала работу и молодежная дума, избранная 5 октября. На первом заседании дублеров парламента побывал наш корреспондент Никита Евсеев. Первое заседание молодежной думы открыл председатель городской думы, глава Новоуральского городского округа Владимир Машков. Он рассказал о привлечении горожан к решению различных вопросов городского самоуправления. Для этого была создана общественная палата. У главы округа имеются общественные помощники по различным направлениям. Наука, образование, промышленность. С начала этого года функционирует молодежная администрация. А 5 октября прошли выборы в молодежную думу. В общей сложности более 100 человек активно вовлечены в общественно-политическую жизнь Новоуральска. Институт советников, общественная палата, молодежная администрация, молодежная дума – это примерно 100 человек. 100 человек сегодня активно включились в профессиональную работу по всем направлениям управления городом. На первом заседании молодежной думы состоялось избрание председателя и его заместителя. На этот пост своей кандидатуры выдвинули 3 человека. Согласно положению, за руководителя думы должно было проголосовать простое большинство депутатов. Несмотря на то, что это молодежная дума, страсти кипели нешуточные. В первом туре победитель не выявился. Проходило повторное голосование. В итоге большинством голосов на пост председателя предварительно избрана Кристина Избитская, которая выдвигалась в депутаты как независимый кандидат. А ее заместителем избрали Евгения Москвитина, руководителя фракции КПРФ в молодежной думе. В заседании объявлен перерыв до среды. В связи с тем, что все вопросы повестки не решены. О первых впечатлениях и дальнейших действий руководителя молодежной думы новоуральская вещательная компания узнала из первых уст. Это было еще неожиданнее, чем победа на своем округе. И цена тем, что я не получила против себя голосов. Это очень здорово. Я надеюсь, что когда эмоции немножко утихнут, и мы начнем работу, она будет продуктивной, командной и объединяющей все политические партии и представленных самовыдвиженцев на этих выборах. Обсудим депутатами совместно именно ту программу, с которой каждый из них выходил. И когда поймем, что из них более важное, будем решать вопросы. Уже в начале этой недели заседание продолжится, где молодые депутаты решат вопросы по организации дальнейшей работы. Никита Евсеев, Юрий Михалев, новоуральская вещательная компания. Небывалый ажиотаж вызвал магазин Кировский в привокзальном районе. Поводом стал день рождения – 27 лет брендовому супермаркету. В Кировский в субботу приехали покупатели со всех районов города, чтобы принять участие в розыгрыше призов. Кому достался квадроцикл, узнала Анна Акрамова. На Мичурино-6 возле магазина Кировский в минувшую субботу было людно. Покупатели с разных районов Новоуральска приехали в привокзальный, чтобы стать участниками праздника, организованного в честь дня рождения магазинов сети Кировский. Сколько лет исполнилось сети супермаркетов Кировский? Магазин! Нам 27 лет, вам подарки и суперприз. Под таким девизом Кировский встречал свой день рождения. Танцевальные вокальные номера, конкурсы и викторина. А за участие каждому презенты. Все, как на настоящем празднике. Это мероприятие организовано в честь дня рождения группы компании Кировский совместно с компанией Ферророше. И я думаю, что мы принесли какую-то душевную радость и хорошее настроение нашим покупателям. Ко дню рождения готовились заранее. Главные гости – покупатели. Для них с середины сентября проводилась акция. Нужно было купить товар на 500 рублей, включая продукцию торговых марок Ферророше и Нутелла. Далее заполнить купон и опустить его в специальный ящик. 11 октября их со всех магазинов сети Кировский привезли на Мичурино-6. Тут и провели розыгрыш. Замуруева Анна Геннадьевна! Главный приз «Квадроцикл» выиграла Анна Замуруева. Она служит войсковой части 32-80, пока находится в отпуске по уходу за маленькой дочерью. Победа стала неожиданностью. Больше всего «Квадроциклу» обрадовался ее старший сын, 10-летний Иван. Мы пришли сюда с мамой. Я, конечно, не ожидал, что получим это. Но я так рад за это, что получили «Квадроцикл». У меня мама просто молится иногда. Мы с мамой молились. Удача улыбнулась многим, в том числе и призерам, получившим в подарок целую корзину с товарами от супермаркета «Кировский». К слову, сегодня под маркой «Кировский» выпускается более 700 наименований продукции. Брендовые супермаркеты есть в 22 городах. Только в Новоуральске-Кировских – 13, в которых трудятся около 600 человек. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В преддверии памятной даты в среду, 15 октября, исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова, русского поэта, драматурга и писателя. Его произведения озвучивали в Центральной публичной библиотеке «Молодые люди», для которых ривма – не пустой звук. В 2014 году в России предусмотрена обширная программа празднования юбилея Михаила Юрьевича, чьи произведения до сих пор перечитывают потомки. Его биография и творческое наследие входят как в школьные программы, так и в лекции университетов. В Центральной публичной библиотеке конкурс исполнителей поэтического слова «Мятежный гений», посвященный творчеству Михаила Лермонтова, проходил в течение двух дней. И это лишь малая толика того, о чем будут помнить и другие поколения россиян. Михаил Козлов, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Фотография – это искусство, хобби, любовь. В августе стартовал Всероссийский конкурс среди фотографов-любителей, организованный Федеральным агентством «Роспечать». В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России» организована фотовыставка «В России. Моя судьба», которая открылась в детской художественной школе Новоуральска. Подробности далее. Идея создания выставки родилась четыре года назад. Инициатором выступило Федеральное агентство «Роспечать». Каждый год она имеет новое название и путешествует по разным городам. В этом году фотовыставка посетит три города. Она уже побывала в Махачкале, сейчас в Новоуральске, а в скором времени окажется в Уфе. В нашем городе выставку организовала администрация округа и молодежная организация «Общее будущее». Площадкой выбрали детскую художественную школу, в залах которой на сегодняшний день одновременно проходит восемь разнообразных выставок. В фотовыставке участвуют работы жителей России разных возрастов, которые любят фотографию и родную страну. Эта фотовыставка путешествует по нескольким регионам нашей страны. И в ней, как в зеркале, отразилась жизнь России многогранная, разнообразная. Среди основных тем – счастье, природа, спорт, российские традиции, культура, многоликий российский народ, памятники нашей страны, защитники Отечества. Новоуральская молодежная общественная организация «Общее будущее» выступила с инициативой в рамках этой выставки организовать еще дополнительные четыре темы фотоработок. Такие, как «Расширяя границы», «Человек труда», «Экология 2014» и «Молодежь». По этим четырем темам учреждены специальные призы и дипломы, которые будут вручены участникам в течение выставочного времени. На фотографиях можно увидеть много молодых лиц наших соотечественников. Поэтому открытие фотовыставки в Новоуральске было приурочено к проведению круглого стола на тему «Молодежная политика. Взаимодействие организаций». Круглый стол прошел при сотрудничестве госкорпорации «Росатом», оказывающей постоянную поддержку в проведении различных мероприятий. Разговор шел о взаимодействии между молодежными сообществами, администрацией Новоуральского городского округа, коммерческими и общественными организациями. Анна Акрамова, Екатерина Павлюченкова, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Новоуральская вещательная компания «Н-Радио» и газета «Нейва» объявляют о конкурсе детского рисунка «Мой город, мой мир». Он проводится в честь 70-летия атомной отрасли России, победы в Великой Отечественной войне и строительного комплекса города. Главная задача конкурса – дать возможность зрителям и читателям увидеть мир глазами наших детей. Главным лейтмотивом в работах ребят должно стать создание представления о том, что является для них самым ценным и значимым в жизни. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 3 до 15 лет. Работы принимаются до 15 ноября. Телефон для справок – 9-79-28. В завершении выпуска расскажу о погоде на 14 октября. Автолюбители, будьте аккуратны. Завтра синоптики обещают дождь со снегом. Ветер северо-западный – 2-3 метра в секунду. Ночью – минус один, а днем – плюс три. Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. На этом все. Сейчас продолжение хоккейных баталий екатеринбургскому автомобилисту и всем его болельщикам победы. Всего доброго. До свидания.